Всем привет, дорогие друзья! Вы уже догадались, по надписи, которая находится за моей спиной, мы находимся в чемодане у спикера. Самое скучное место на планете. И давайте поприветствуем человека, который согласился на нас встретить. Коля уже здесь, он не встречает в номере. Повесить его за какой-нибудь крючочек, крючить на всю, кипяточек. Это очень странно звучит, правильно? Давайте обо всем по порядку. Если бы вы видели первую фотографию, как мы с Николаем путешествовали. Это был позор, и очень много критиков этого ждали. Давайте я вам расскажу. У нас есть семьи, дети, и вообще мы любим женщин. В России в среднем это происходит один раз в 18 лет. Вау, это приятно. Причем, что самое интересное, из-за этого с ним расстрелились даже компания Сконов. Долгая депрессия достаточно. Огромная сумка с подарками. Только потом, уже спустя годы, уровень жизни. Гений, миллиардер, плейбой, филантроп. И самое главное, друзья, у него было прозвище «Полковник». Любим и чтим таких великих управлять. Пожалуйста, будьте счастливы. Друзья, всем привет. Последний день зимы. И все начинается. Наконец-то весна, а потом и лето, и нас будут радовать теплые деньки. Друзья, скоро 8 марта. Если вы не выбрали, что купить или подарить своим близким женщинам, есть хорошая идея. В этом выпуске я встретился с президентом компании «Оскона» Романом Ершовым. Все увидите сами. И в конце интервью мы с ним договорились, что любому желающему купить какие-нибудь товары для сна, начиная от кровати, заканчивая гаджетами. А гаджетов куча. Там какие-то ароматизированные будильники, которые плавно выходят из сна. Специальные очки для сна. Какие-то смарт-подушки крутые и так далее. Если вы захотите что-то купить себе, товары для сна, вы можете воспользоваться скидкой 15% по кодовому слову «Комбат» в любом магазине «Оскона». Имейте в виду. А я желаю вам приятного просмотра, дорогие друзья. Погнали! Друзья, как вы уже догадались по надписи, которая находится за моей спиной, мы находимся в компании «Оскона». Я честное слово вам признаю, что это моя любимая компания в России. Наконец-то мы договорились и добрались до этой организации. Сегодня человек, который является президентом группы компании «Оскона», согласился с нами встретиться. К сожалению, у нас не было времени съездить на фабрику, но мы встретились в не менее невероятном месте. Это целый огромный мир, который мы сейчас с вами видим. Это флагманский магазин компании «Оскона», который находится недалеко от ТРЦ «Европейский», на улице Киевская, Дом 2. Рекомендую всем, кто хочет сменить одеяло или подушки, или просто посмотреть на новые товары в области сна. Здорово. Приехать сюда и посмотреть. Ну, вы сейчас сами все увидите. И давайте поприветствуем человека, который согласился на встретиться. Роман Ершов. Роман, приветствую. Всем приветствую. Очень рад видеть. Концепция здорового сна. Я много раз слышал от вас, что вы хотите научить людей спать. Это очень странно звучит, правильно? Особенно для бизнесменов. Да, да, да. Для того, чтобы жить, нужно спать. Это же очевидная вещь. Естественное состояние организма – спать. Я думаю, что любовь от усталости приходит валиться. Мы сейчас с тобой походим, посмотрим здесь все. Ты расскажешь, что это значит, ваша философия. А потом мы с тобой уже поговорим про управление, менеджмент. И все. Внимание на романа. Почему вы называете этот магазин флагманский? Флагманский среди флагманских. В прошлом году мы сменили концепцию магазинов. Исторически наша компания была представлена в мебельных торговых центрах. Мы брали площадь, которую нам давали. И как-то пытались сделать максимально удобно для клиентов. Ну и, соответственно, максимально эффективно для нас. В прошлом году мы прям заморочились. Сделали новый концепт. Разработали вместе с профессиональными архитекторами. Запустили новый концепт. Он больше по площади. Мы стали открывать магазины в торгово-развлекательных центрах. То есть мы вышли из привычной среды мебельного ритейла и вошли в общий профессиональный ритейл. Мы 100% знаем, что мебельный торговый центр – самое скучное место на планете для посещения семьи. Мы хотим дать гораздо больше эмоций. Торгово-развлекательный центр для семьи гораздо без геморрой и сделать покупку, есть куда ребенка, ребенок не будет плакать. Я увидел, что это такое. Я знаю, Марк, если профессор, у меня подушка. А вот это что? Запустили целую категорию гаджеты для здорового сна. Есть какие-то продукты, которые помогают настроиться на сон, как, допустим, вот этот массажер. Вау. Вау. Кутая штука для женщин. То есть настраиваешься на сон, подготовишь себя к здоровому сну. Происходит массаж важных для женщин части лица. Это приятно. Мы сделали концепцию one-stop-шоппинг, все для спальни или для гостиной. У нас появилась зона архипедических диванов и есть зона кровати. Есть зона текстиля и есть зона наша самая большая, зона матраса. Каждый раз, когда мы встречаемся с Романом, он открывает какие-то интересные новые миры, так скажем, сна. Как часто надо менять матрас? К сожалению, в России цикл смены матраса, он по-прежнему сильно отстает от Европы и Америки. В России в среднем это происходит один раз в 18 лет. А если вот прямо сказать, любой организм выделяет пот и не только пот, а сколько за ночь выходит? Стакан воды. Внутрь нашей спальни за ночь уходит стакан воды. Реальный факт, причем это средний. Вот больше у кого-то меньше. Но можно представить, если матрас не соответствующий качеству или он ненадежно защищен, то каждую ночь по два стакана воды, если мы спим не один, уходит внутрь нашей спальной системы. Ну, соответственно, можно представить, что происходит там внутри за эти годы. Живые какие-то товарищи, да? Там запар, да. Там прям рядом запар. Да! Смена матраса – это лишь следствие понимания важности процесса сна. Мы не призываем просто менять матрас, чтобы мы больше производили и продавали. Перьевые пуховые подушки, да, вот как бабушке нашей было принято. Это вообще хорошо или плохо? Против натуральных материалов я имею предубеждение из-за того, что есть гораздо более высокий риск того, что там что-то заведется быстрее, чем в синтетическом. Есть очень классные современные синтетические материалы, которые позволяют избежать быстрого появления живности. С другой стороны, они абсолютно безопасны. Самое главное в функции подушки – это правильная поддержка шейного отдела. Мы изменили технологию работы с потребителем. Наше как бы обещание нашим покупателям, что мы любыми средствами поможем подобрать то, что подходит именно конкретной семье или конкретному покупателю, основываясь на физиологии потребителя или на его предпочтение. Мы пришли в зону первоначальную, подбору. Такого никто не делал до нас. Вместо того, чтобы идти и пробовать лежать на всем многообразии наших матрасов, мы сначала идем в зону подбора, где существует четыре модели представленные, которые показывают уровень поддержки. Мягкий, средний, полужесткий, жесткий. Роман, мы выбираем подушку. Как это делается правильно? Как вы обычно спите на животе, на боку, на спине? А матрас у вас жесткий, мягкий? Средний, да. Подойдет L-ка, это самая высокая подушка, чтобы спать удобно на боку. А как вы это поняли? У вас плечо 23 см, вы спеете на средней жесткости матраса и по статистике нашего замера линии, то есть у вас L-ка будет, чтобы вам комфортно было. Все очень просто. Мы делали магазин так, чтобы можно было разобраться даже без продавцов. Все достаточно очевидно, можно себя померить и выбрать, исходя из положения, ширины плеча, уже правильный размер подушки. Вау! Твои соседи! Я слышал, что вы сделали первыми в России смарт-подушку. Большая наша причина гордости. Мы первая компания в мире из России, которая выпустила серию в тираж уже законченный продукт. Мы понимали, что мы много говорим о здоровом сне, мы много тратим усилий, ресурсов для того, чтобы донести важность здорового сна. Но в конечном итоге человек утром просыпается, и он не понимает, а сегодня я спал нормально, хорошо, нет понимания, я там улучшаю, я динамику, я как-то начинаю этим заниматься. И благодаря биометрическим датчикам мы можем измерять такие важные показатели, как сердечный ритм, дыхание, фаза сна. Для людей более старшего возраста это еще и устройство, которое может показать, если у вас начались какие-то проблемы. Здесь все датчики не имеют никакого там вредного влияния. По факту это просто очень комфортная подушка. Ой, хорошо. Друзья, я не чувствую ни одной удачи. Я хочу часто приезжать снимать репортаж про кампанию Оскона. Сейчас находимся в зоне ортопедических диванов. Для нас супер важная категория. 33% семей российских каждую ночь спят на диване. Гостиная превращается в спальню каждую ночь. Заморочились, мы поняли, что это проблема. И наше обещание потребителю, что мы всегда в любой ситуации поможем улучшить качество сна, без дивана мы врем. Мы выпустили линейку ортопедических диванов с профессиональным ортопедическим спальным местом внутри и с очень надежным, удобным механизмом расклада разных типов. Мы единственные на рынке, кто даем гарантию 10 лет на диван ортопедический. Вся философия бренда строится на супер качестве. Надо тоже попробовать. Друзья, ну-ка. Ах, вау. Вот если мне не верите, просто приедьте сюда и полежите сами, я просто кайфую каждый раз. Другой уровень жизни, жизни. Какие должны быть условия для того, чтобы человек нормально спал? Для обычных нормальных семей, в которых очень динамичная жизнь в современном мире. Трудно спать, 8 часов положены. Поэтому мы разрабатываем какие-то технологии, которые помогают получить тот же эффект от сна за 6 часов, как за 8. С точки зрения, опять, фаз сна, очень много всяких мифов, легенд. Все очень достаточно просто. Солнце стоит из четырех фаз. Есть подготовительные, есть заканчивающие фазы. На них можно не сосредотачиваться. Есть две крайне важные фазы. Это фаза глубокого сна и фаза REM-слита, фаза быстрого движения глаз. В общем, она длится буквально 15-20 минут. Но вот она является самой-самой-самой важной. Действительно, происходит процесс перезарывания. В этот момент происходят самые волшебные вещи. От таких фаз мы должны за ночь пройти как минимум 5. Мы должны это делать каждую ночь. Как вы помогаете эти фазы обеспечивать? Прежде всего, надо как-то обустроить все свое пространство. Это очень важно. Начиная от шумов. Чем меньше шума, тем лучше качество сна. Закрывать окно, делать звукоизоляцию. Один из важных факторов – это, конечно, свет. Ты много путешествуешь, знаешь, насколько разный бывает уровень светопроницания, зависящий прежде всего от штор. Ну а дальше, по сути, все, о чем мы говорим в матрасе, в кровати, в подушке. Первое – это ортопедия, чтобы наше тело, позвоночник находился в естественном положении. Но верхние слои не должны быть чересчур жесткими, тем, чтобы у нас все-таки был кровоток. Влажность важна, то есть именно качество воздуха. Идеальная температура для сна – это 17 градусов. Мы очень много тратим усилий по вопросу терморегуляции. За терморегуляцией отвечает абсолютно все – ткань, облицовка матраса, защитные чехлы. Они у нас с эффектом терморегуляции. Ни жарко, ни холодно. Подстраивание под температуру тела. Наше обещание потребителю звучит просто, что в нашем магазине мы не продаем, даже если бы это нам было выгодно, ничего, что не улучшало бы качество сна. Мы не имели в ассортименте постельного белья именно по этой причине. Я помню, у вас не было, да. Мы закончили разработку. Как может постельное белье улучшать качество сна? Терморегуляция. Социальная ткань, синтетическая, всего нового поколения. Очень важная вещь – золотые часы сна с 8 до 2 ночи. Государство должно стремиться создать условия, чтобы люди ложились спать в 8-9 вечера и вставали раньше. Жизненный цикл немножко поменялся. Все институты в Америке начинают работать гораздо раньше. В 4 утра. И вот это вот какое-то гениальное произведение искусства просто. Что это такое, Роман? Современное человечество стремится, чтобы все делать эффективно. Это регулируемая спальная система. Это единое спальное место, но тем не менее мы дали возможность вести индивидуальную какую-то жизнь на кровать. Вы не подумайте ничего плохого. У нас есть семьи, дети и вообще мы любим женщин. Но мы сейчас Роман попробуем лечь вдвоем и каждый под себя настроит. Вау. Есть функции массажа, разные зоны. Есть очень важная кнопка Zero-G. Мы попадаем в такое положение, когда колени находятся выше уровня сердца. В таком положении взлетает сейчас космонавт. Это положение дает идеальный кровоток. Можно смотреть телевизор. Жена, муж в это время может спать и ему не мешать. Я слышал, что Аскона избрала какие-то пружины специальные, которые используются во всем мире. Пружины, да, это наше изобретение. Международная команда разработала песочные часы. Долговечные за счет формы меньше шумят во время сна. Лучше распределяет вес тела человека. У нас существует гарантия комфорта. В среднем семья тратит у нас в магазине час, когда они реально пришли убирать. Многие из них не могут сделать выбор все равно в первый день. Они уходят с большими сомнениями. А что мне? Подходит ли тебе? Наше главное обещание, что мы так или иначе вам поможем решить проблему. Любое изделие, которое мы вам продали, вы можете вернуть нам бесплатно. Просто потому, что вам не подходит уровень комфорта. Я думаю, что это тоже нано-правиль превосходит все ожидания и выходит на новый качественный уровень сервиса. Ну, супер. Роман не знает об этом. Я хочу попросить у него скидку для вас. Вы когда решитесь пойти в Оскону и купить к 8 марта подарок своей женщине или просто себе сделать хорошо, зайдите в любой магазин Оскона, скажите кодовое слово Комбат, и вам будет скидка, Роман, какая? Давайте скажем, это будет 15%. До 25 марта 15% скидка. По прому-коду Комбат. Между прочим, нехилая скидочка-то для вас вышибли только что. Всем привет, дорогие друзья. Мы находимся в городе Киев. И сегодня мы не могли не воспользоваться возможностью и не снять репортаж про одного из самых величайших спортивных тренеров, про одного из самых величайших спортивных управленцев нашей большой, в прошлом стране, которая называлась Советский Союз, Валерия Васильевича Лобановского. В 2017 году УИФА выпустила рейтинг самых титулованных и самых лучших тренеров со дня создания УИФА с 1956 года. И они включили Валерия Лобановского в топ-10 лучших тренеров Европы за всю историю этого комитета исполкома УИФА. Более того, я так скажу, что «Динамо Киев», которую руководил Валерий Васильевич Лобановский, является самым титулованным отечественным постсоветским пространством клубом, который завоевал два Кубка Кубков и один Супер Кубок Европы. Давайте немножечко обо всем по порядку. Мы начнем с детства Валерия Васильевича Лобановского. Он родился в городе Киев, был патриотом своего города, играл за «Динамо Киев». Это был уникальнейший и очень интересный игрок. Сухолист Лобановского, который потом очень многие футболисты пытались повторить, целый год он провел над математическими расчетами, высчитывая формулу попадания мяча в ворота, если ты будешь бить с углового. И либо внешней, либо внутренней стороной стопы нужно было ударить по мячу так, чтобы мяч по своей траектории обходил вратаря и попадал под штангу в дальний угол ворот. И Валерий Васильевич Лобановский отрабатывал дарт годы и в конце концов научился это делать. Даже многие бразильские футболисты учились сухому листу. Лобановский подает угловой, мяч вращается, меняет составление, и стоит его чуточку подправить. Сам он был игроком очень своенравным. Он никогда не хотел работать над своей физикой, он хотел быть кудесником мяча. Из-за этого очень часто ругался с разными тренерами. Сменил из-за этого несколько команд из «Динамо Киев». Попросили уйти, он восчистился в «Черноморце». Из «Черноморца» тоже главный тренер, не смог выдержать своенравности Валерия Лобановского. Тоже попросил его уйти. В конце концов он оказался в «Донецком шахтере». Был даже случай, когда однажды команда «Шахтер» Донецка вышла на поле без своего любимого игрока. Без кумира, так скажем, тысяч болельщиков. И болельщики настолько сильно возмущались, что они устроили бунт, остановили матч. Они все кричали «Валера! Валера! 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 Выпустите Лобановского на поле!» Пока главный тренер не вышел перед болельщиками, не выступил, не сказал, что у Валера Лобановского травма, он сегодня играть не сможет. Представьте себе, насколько была сильная народная любовь этого футболиста. Но в конце концов он поругался и там с тренером, потому что, опять же, не хотел работать над физикой, не хотел бегать. Только потом, уже спустя годы, Валерий Лобановский понял, что правду тренера всегда гораздо важнее, чем правду футболиста. Но тогда он был очень сильным и независимым игроком, который хотел играть по своим правилам игры. Из-за этого с ним расстались даже в «Донецком шахтере». Но его пригласили главным тренером. Он был совсем молодым, и он ощутился в команде, которая называлась «Днепр». Таким образом, Валерий Лобановского узнала вся страна. Он был приглашен тренером в свою любимую команду «Динамо Киев». Тогда он уже ставил свои условия. Тогда он ставил свои условия. Он сказал, что я беру с собой в дублеры Олега Базилевича. Это тот человек, с которым, в том числе, играя на одном поле, они делали тоже комбинацию. Если сухой лист не закрутился в ворота, то Олег Базилевич досылал этот мяч головой. И они же в паре работали очень долго тренерами. Первым делом, за что принялся Валерий Васильевич Лобановский, он принялся за расчет. Здесь важно понять, какие законы необходимо твердо выполнять для того, чтобы прогрессировать. Это был очень системный человек. Он всегда относился к игре не как к игре, а как к схеме, на которой присутствуют 11 игроков команды. 11 игроков моей команды, 11 игроков команды соперника. И он всячески отрабатывал, по сути, по театральному, сценарному планированию, разные варианты, которые должны на поле происходить. И он очень часто сравнивал футбольную игру со спектаклем, где он говорил, что тренер является театральным режиссером, игроки являются актерами, болельщики являются, собственно говоря, зрителями, которые поддерживают. А спектакль и его сценарий зависят от того, как с тобой будет играть другая команда, команда соперника. Но у него было очень много вариантов сценарного планирования, которые он прокачивал на разных тренировках. Это убожество, когда команда располагает ограниченным, значит, количеством тактических приемов. Первое, чем он занялся после своих математических системных расчетов, он начал работать над физикой. Его основная задача была такая, чтобы игроки перебегали игроков, чтобы наши полулюбители, люди, которых нельзя назвать профессионалами, наши футболисты, работали очень много над силовыми упражнениями и над скоростью бега. Действительно, по-настоящему, он очень сильно прокачивал физику. Многие игроки бездыханные просто приходили с тренировок, на следующее утро просыпались, у них брали специальные анализы врачи, и опять он их гонял с утра до вечера. Он хотел, чтобы его игроки перебегали игроков соперника. Но я все время говорю о том, что наши люди готовы терпеть высокие внутренние требования в обмен на результаты. Игроки, конечно же, все время простили. Почему? Потому что «Динамо Киев», помимо того, что выиграла Кубок СССР, они стали чемпионами СССР. Это было впервые, когда немосковская команда стала чемпионом Советского Союза по футболу. И вот тогда я понял, что мы приговорены только к победе. А осенью 1975 года мы выиграли Суперкубок УФА, когда мы обыграли Баварию, Баварию, Минстерскую Баварию, тогда являющуюся самым сильным клубом мира. И Валерию Васильевичу Лобановского приглашают в сборную Советского Союза. Казалось бы, кстати, в 1975 году казалось, что сборная Советского Союза уже не выйдет из группы, не попадет на чемпионат. Но мы обыгрываем Швейцарию, Ирландию, Турцию. И победоносно вносят Лобановского на чемпионат Европы. Естественно, там боготворила и рукоплескала ему на тот момент времени вся страна. И естественно, что получилось? 25-летние ребята, которые стали обладателем Кубка Кубков, которые изнесли Минстерскую Баварию, они начали бунтовать. Они начали приходить к главному тренеру и говорить, что они не согласны с такими тяжелыми нагрузками. Конечно же, Лобановский не пошел на встречу с своим звездным сотрудником, потерял несколько серьезных игроков. И очень много критиков этого ждали. Очень этого ждали, когда же наконец Лобановский отступится. И 76-й год был неудачный. Сборная Советского Союза плохо выступила на чемпионате. Динамо Киев заняла всего лишь второе место, хотя любой человек сейчас бы этому радовался. Наша сборная на Олимпиаде заняла всего лишь третье место. То есть мы взяли бронзу, это был позор. Тренера уже начинают критиковать в прессе. Лобановщина, муштра, казарма. За него набросились все, его предали даже его собственные игроки, которым он выбивал квартиры, которым он выбивал каждому служебные автомобили. И у него был глубокий кризис. Победоносная команда с 75-го года была сразу забыта. Так скажем, те люди, которые являются чемпионами в глазах окружающих, не имеют права на ошибку, к сожалению. Спортивный комитет написал бумагу, в которой было написано черным по белому, не рекомендуем Валерия Васильевича Лобановского тренером в любую команду спортивную. Я думал, до 10 нормального идти. Прости, но прощательный ум вообще не будет. И вот с этой характеристикой Валерий Васильевич приезжает в родной город Киев. В родном городе Киев Динамо Киев плетет в конце турнирной таблицы. Его с удовольствием берут на должность главного тренера. Он возвращается в Динамо Киев главным тренером. И уже на следующий год Динамо Киев Нервы наколены до предела! Берет золотые медали чемпионата СССР. Причем, что самое интересное, это были уже 1986 год, когда триумф Динамо Киев набирал обороты, когда Динамо Киев вышла опять в финал Кубка Кубков, когда Динамо Киев 2 мая 1986 года, спустя 3-4 дня после того, как случилась трагедия на Чернобыльской АЭС, в финале Кубка Кубков выигрывает Атлетика, когда люди сражаются за тех своих родственников и друзей, которые остались в Киеве, попали в зону радиации. И когда весь стадион в городе Лион и французы, и даже испанские болельщики встают и аплодируют нашим футболистам, которые забивают первый, второй и третий гол и выиграют победоносно-триумфально Кубок Кубков второй раз в своей жизни. Тогда, конечно же, все опять вспоминают про величие Валерия Васильевича Лобановского за два месяца до старта чемпионата мира в Мексике. Его снова назначают тренером сборной СССР по футболу, причем никто даже не извиняется из спортивных чиновников за эту бумагу, которую ему вручили при увольнении. 1986 год, это триумф Марадонны. Все, конечно же, ждали, что в финале встретится сборная СССР и сборная Аргентины, но говорят, что было не очень честное судейство. Нашу команду выбили. Но зато все спортивные журналисты мира писали про то, что сборная СССР уже признанным является авторитетным игроком на поприще футбольных сборных. И тогда Лобановский вернулся и сказал, что мы уже мировым сообществом спортивным признаны и обязательно докажем свою состоятельность. Что, собственно говоря, случилось спустя два года. И в 1988 году наша сборная СССР уже на чемпионате Европы берет серебряные медали. Знаете, для меня является удивительным то, что про Валерию Васильевичу Лобановскую не снадо ни одного художественного фильма, потому что я считаю, что это действительно самый титулованный и самый сильный тренер в футбольной индустрии, которая была у нас в Советском Союзе. Больших успехов никто никогда не добивался. Учитывая тот беспредел чиновников, те предательства игроков, учитывая высокие требования болельщиков, он всегда был на стороне своего футбольного клуба. Он был настоящим патриотом своего дела. И, конечно же, он всегда остается в светлой памяти менеджеров нашей страны. Есть люди, у которых стоит учиться. Есть история, которую стоит помнить. И Валерий Васильевич Лобановский является ярким примером того управленца, жесткого, требовательного, высоконравственного слуга-царю, отец-солдатам по-настоящему. Помним, любим и чтим таких великих управленцев. Человек-скала. Коля уже здесь. Он меня встречает в номере. Привет всем. Это Рязань. Завтра у нас мастер-класс. И у нас сегодня, между прочим, рубрика «Изнанка». Давайте я вам расскажу. Рубрика «Изнанка» – это рубрика, которая расскажет про ту жизнь спикера, которую обычно никто не показывает. Ну, меня просто несколько человек спросило, зачем вам чемодан? Почему вы едите с собой с чемоданом? И вот ответ на этот вопрос. Что же в чемодане у спикера? Всегда интересует людей. Что же он там вводит в чемодане? Давайте с вами посмотрим, зачем такой большой рюкзак, и для чего нужен чемодан от человека, который является спикером? Друзья, да тут ничего нету, честно говоря. Ну, конечно. Он взял не свой чемоданчик, а взял мой чемоданчик. А я взял не свой чемоданчик, а взял его чемоданчик. Ах, я дырявая грелка. Ах, я разбитый гра... Все по работе, все по работе. Ноутбук, пожалуйста. Волшебная сумочка, волшебная сумочка, которую можно видеть на каждом мастер-классе, потому что в этой сумочке мы возим разные провоточки и маркирочки, потому что мы возим свои маркеры, они толстые, их сложно достать. И для того, чтобы, даже выступая на большую аудиторию, где присутствует 6 тысяч человек, если ты рисуешь на флипчате, чтобы было видно все, собственно говоря, все здесь, в этом деле, не здесь. У меня наушники, хорошие наушники. Между прочим, я рекомендую покупать наушники с шумоподавлением, особенно для тех, кто летает, потому что есть такая функция, ты его настраиваешь, и вообще ничего не слышишь. Это очень круто. Книга, естественно, книга называется «Токсичные люди. Самооборона без оружия», но она напрямую касается управления, да? Сейчас я это положу. Все, запонки, провода, подзарядки, и, собственно говоря, вот весь. Если вы знаете, на самом деле, мы такими приезжаем. Обычно приезжаем, уезжаем мы никогда. Вот мы сейчас уезжали не с Минска, с Киев. Огромная сумка с подарками от участников мастер-класса. Зачем же нам нужен чемодан? Все просто. Чемодан. Вот чемодан, видите? Туфли. Я считаю, что выступать на сцене в тех туфлях, в которых ты ходишь по улице, неправильно, поэтому мы возим с собой туфли. Вот они, пожалуйста, для выступления на сцене. Это эспандер. Вот обязательно мы же занимаемся туда, да? Если вы увидите, моя дочка, когда я отдыхал в Таиланде, она посчитала, что слишком большие нагрузки у папы, решила чик взять и отрезать. Ну, что, стало немножко легче. Косметичка. Нет, не принцесса. Королевна. Как вы думаете, что может быть в этой сумочке находиться? А я вам скажу. А ты путешествуешь по гостиницам? Да, далеко не здесь классные гладильные комнаты, поэтому приходится возить в маленький утюжок. Вот дорожный утюг фирмы. Равента. Между прочим, очень хороший. Я с ним уже два года езжу, и он меня ни разу не подводил. На самом деле, удобно пользоваться. Так, это птичка. Я не знаю, до чего она нужна. Мама сказала птичку возить. Ай, спасибо! Май, Полит! Вот здесь куча всяких разных лекарств. От насморка и всего другого. Но я ее вообще почти не достал. Они, по-моему, один раз в эту таблетку. Мама сказала возить. Мама, я слушаю тебя. Ты видишь, как ты сказала птичку возить лекарством. Так я это и делаю. Поэтому птичка у меня всегда с собой. Это отделение. Для чего нам нужно? Это отделение здесь находится. Здесь находятся, друзья мои, самое главное, здесь находится костюм. Находится костюм. Видите, ребра жесткости, специальная сумочка для того, чтобы он не мялся. Парень в бронированном костюме. А снять, кто ты без него? Но, все равно, даже если ребра жесткости есть, ты... Гений, миллиардер, плейбой, филантроп. Есть маленький лайфхак, я вам расскажу. Для тех, кто летает, если вы вдруг не знаете этого лайфхака, как делать так, чтобы всегда в форме костюм находился. Нужно взять этот костюм, маленькими шажочками проследовать в ванную комнату, повесить его за какой-нибудь крючочек, включить на всю кипяточек. И 5 минут, когда комната заголнится паром, он быстро повисит. Костюм разглаживается автоматически. Ну, рубашку, конечно, нужно гладить. Если мы уезжаем в командировку, и у нас 6 мероприятий, то, как правило, я беру с тобой другой чемодан. Я беру с тобой 6 сорочек разных. Ну, по-другому нельзя. Я не могу вступать в одну и ту же сорочек. Мне кажется, это стыд. Стыд. Все, ничего лишнего, друзья. Набор спикера вот такой. Поэтому, для тех, кто хотел эти секреты увидеть, вы все увидели. Ничего сверхъестественного здесь нет. Друзья, желаю вам красивой, удобной жизни. Не нужно с собой возить лишнее. Потому что, если бы вы видели первую фотографию, как мы с Николаем путешествовали, у нас было 2 больших чемодана, портпледы и так далее. Лишнее возить с собой не надо. Это первое. Второе. Нужно брать самое необходимое, потому что сейчас все нужно купить. Если у тебя есть карточки, если у тебя есть карточек достаточно, ты никогда не пропадешь. Ну и, собственно говоря, да, нужно быть мобильным. Это ручная платья. Она всегда помещается в самолет. Когда ты не пользуешься функцией сдачи багажа, ты экономишь как минимум полчаса. Точно ты экономишь. Полчаса примерно, ну ладно, 20 минут ты экономишь на одном выезде. А если ты делаешь 100 выездов, 100 выездов умножить на 20 минут, получается сколько? 2000 минут ты можешь экономить только на том, что ты едешь. С ручной платью. Пользуйтесь классными методами. Очень удобно. Есть много отделений, которые помещаются в самолет. И самое главное, друзья, знаете, что можно сказать самолёт? Пожалуйста, будьте счастливы. Мы счастливы? Да, мы счастливы. Продолжение следует... Продолжение следует...